Матросы и кораблестроители Первые жители северной столицы Их еще называли переведенцы В начале 18 века они селились без будущего адмиралтейства Так сказать, рядом с работой За это их Слободу и прозвали Морская Только показать вам ее я не смогу В 1736 году страшный пожар, возникший то ли по случайности, то ли в результате поджога Уничтожил исторический район почти дотла На память о морской Слободе остались нам лишь названия двух улиц Большая Морская и Малая Морская Жизнь здесь кипела Шумел Большой Рунок, а у нынешнего Зеленого Лоста был возведен мытный двор на Мойке Правда к мытью он не имел никакого отношения Здесь зимали мыт, пошлину Когда мытный двор поглотил огонь, на месте его и рынка решили построить каменный гостиный двор Из-за чего Большую Морскую прозвали Большой Гостиной Уже в 1754 году на этих землях возвели из деревянной брусьи в Зимний Дворец И ко двору потянулось дворянство и купечество Бывшую к тому моменту Морскую Слободу стали называть Купеческой Так к 19 веку Большая Морская стала улицей роскоши банков, презентабельных магазинов и ресторанов А позже ее даже прозвали Бриллиантовой, потому что улицу облюбовали ювелиры Среди них, конечно, и Карл Фаберже А на пересечении Большой Морской и Невского проспекта в советские годы находился культовый кинотеатр Баррикада В этом здании в свое время тапером подрабатывал студент Дмитрий Шостакович Неожиданный факт На Малой Морской улице холоднее, чем на Большой Морской, утверждают ее жители И отмечают, тут пахнет морем Кстати, довольно долгое время у Малой Морской не было современной нечетной стороны Так как здесь был Адмиралтейский луг Застраиваться она стала значительно позже В разные годы на этой улице жил композитор Петр Чайковский, балерина Галина Уланова А знаменитый Пиковый перекресток, дом Пиковой дамы, тоже находился на месте бывшей Морской слободы Сегодня на углу Малой Морской и Кирпичного переулка находится вестибюль станции метро Адмиралтейская Это самый оживленный участок улицы, тянущийся до Високьевской площади Надо сказать, что улицы свои названия меняли несколько раз Так Большая Морская в 1918 году получила имя Александра Герцена А Малая Морская одно время была улицей Николая Гоголя Привычные нам названия они вернули себе только в 1993 году Большая и Малая Морская улицы, которые сторожилы нередко все еще называют между собой Морской слободой Похожи на две бурлящие прики Они несут нас к Невскому проспекту, самому сердцу города Вот только к большой воде так и не выведут И случайно в народе говорят ни в Малой, ни в Большой капли нет воды морской Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok